всем привет добро пожаловать в компанию воллюкс для тех кто отслеживает наш youtube канал уже поняли что сегодня пойдет речь о этом замечательном автомобиле volvo 960 наш проект автомобиль 97 года с пробегом 151 тысяч километров сегодня шестая или седьмая серия если честно я сбился все предыдущие серии можно найти на нашем youtube канале кому интересно и кто этот выпуск смотрит впервые мы продвинулись достаточно серьезного восстановления автомобиля повторюсь ремонтируем его около полугода но не то чтобы мы его постоянно ремонтируем и это сложно и долго хотя если честно старые автомобили действительно ремонтировать гораздо сложнее чем новые автомобили в основном стоит большее количество времени из этих шести месяцев чем нежели мы с ним занимаемся тем что в кузовной цех приезжают клиенты которых мы должны ремонтировать в первую очередь сегодня мы поговорим о том насколько мы продвинулись в ремонте а мы продвинулись и много всего интересного плюшечек ништячков и так далее и немножко поговорим об автомобиле volvo 850 по моему 90 тоже 6 года с небольшим пробегом автомобиль нашего постоянного клиента короче говоря много всего интересного красочного поехали последней серии которые мы снимали про этот автомобиль около двух месяцев назад мы поговорили о некоторых этапах о музыке потом как идет сборка значит после того как мы немножко до собрали зазоры правда еще не выставляли соответственно мы не устанавливали подкрылки пороги брызговики там спойлера и так далее автомобилей в данный момент не до конца собран для чего это было сделано для того чтобы сделать антикор качественный хороший антикор кстати стоил антикор он 29 там пусть 30 тысяч рублей антикор достаточно толстый немного с шумоизоляции под пороге я сделал до сих пор до чтобы не видно было антикор под основным порогом соответственно за антикор за антикорил все арки снизу единственное попросил закрыть все патрубки подвеску балку ну чтобы не гадить да не гадить все патрубки и балку чтобы потом когда выполнять слесарные работы ну соответственно это было приятно делать также снял внутренние обивки прошелся изнутри антикором те кто отслеживает опять-таки данный проект помнить что заднее правое крыло мы ремонтировали варивали ремонтную арку и соответственно это место болезненное ему нужно было уделить дополнительное внимание и дополнительно обработать там все глобально мы замазали антикором общем автомобиль полностью законсервирован за антикорен я думаю что не сгниет никогда также в предыдущих выпусках рассказывал что автомобиль к нам поступил с разбитым фонарем разбита была вот эта кромочка мы поставили фонарь с трещинкой и тут улыбнулась нам удача нашли оригинальной фирмы hell фонарь без трещин для всего его соответственно установили также вышли ситуации с молдингами в бампера вот эти молдинги устанавливаются отдельно но компании volvo то есть оригинальные они больше не поставляют соответственно заказали 3м овскую 7 миллилитровую ленту вот таким образом наклеили ну конечно оригинал стал бы лучше но хоть как-то вышли ситуации если кто-то испытывает вот с этими хромированными молдингами такие проблемы можно выйти вот таким вот образом и ситуации пойдем к переду спереди мы заменили поворотники передние поворотники мы видим в руке те поворотники которые стояли на дома на данном автомобиле и спрашивается зачем же мы это сделали если они целы дело в том что они китайские соответственно удалось найти оригинальные с надписью volvo опять-таки фирмы hell а и в чем разница разница в качестве ну во первых в качестве шва проклейки вот тут он такой толстый неровный сейчас покажем близко прозрачность даже этот поворотник еще мы не полировали да и тут есть небольшой скольчик и это не смущает но тут я лампочки не вижу через этот поворотник потому что литье стекла и качество оставляет желать лучшего а здесь же все видно все четко линии все ровные и садится этот поворотник а он достаточно ведь форма объемная должна ровненько зайти в крыло очень хорошо сел вот этот поворотник садился криво по передней части соответственно все собрали как полагается с боковыми щитками птичку еще не установили но требуется регулировать за зазоры поэтому это пока не сделано соответственно решеточка все фары все как полагается также установили оригинальные 960 и volvo амортизаторы капота они двухуровневые стояли не оригинальные одноуровневые что по двух уровней то есть капот первое положение капот второе положение вот так вот можно его открыть и удобно заниматься ремонтом там или что-то делать подкапотном пространстве также пришли вот эти молдинги ветрового стекла новые оригинальные ждали мы их три месяца стоит очень дорого но слава богу что они пришли потому что те кто смотрит смотрели предыдущие выпуски помнить что вот эти гвоздики мы приваривали ради этих молдингов а после того как мы их приварили мы задумались а приведут ли к нам вообще новые молдинги эти-то не пришли но слава богу пришли то что бушных вот таких вещей живых нету все сгнило также несколько слов и огромная благодарность нашим подписчикам и постоянным клиентам у которых вот такие же автомобили volvo 960 один из клиентов нам отдал практически новые противотуманные фары их практически невозможно нигде найти и заказать новые не поставляются и еще одну вещь но я вам покажу не буду ходить вперед второй клиент как я говорил в предыдущих выпусках отдал нам обивки дверей и еще несколько полезных вещей тоже обивки дверей в нормальном состоянии найти невозможно также снизу мы установили все заглушки было очень сложных найти воздуховод ну в общем собираем юбочка только не стоит вот юбочка встанет будет вид просто сказка переходим к внутренней части автомобиля мне кажется то что я сейчас покажу крайне интересно ну прям прям вкусно интересно давайте начнем с музыки про музыку я в предыдущем ролике тоже рассказывал о всех наших идеях о том что мы установили новые 8-омные динамики которые нам подобрали специалистов заднюю полку кстати заднюю полку привели в порядок об этом я тоже два слова скажу чуть попозже теперь по поводу музыки во первых музыку мы будем устанавливать оригинальную двухдиновую вот такую магнитолу магнитолу мне сказали в мастерской ребята там профессионалы напомню чемпионы мира по автозвуку магнитолу отлично сейчас таких не делают отлично дает звучание фирма которая делала эту магнитолу Alpine что мне сделали что-то усилили какие-то перепаяли там транзисторы не знаю что в общем сейчас она еще лучше и вот с этой кнопочки tape включается bluetooth то есть я могу подключиться через телефон и слушать музыку через телефон соответственно bluetooth работает а также будет установлен оригинальный усилитель volvo вот такой кронштейн сегодня нашел но не знаю куда закрепить друзья если у кого-то есть volvo 960 и установлен оригинальный усилитель прошу вас пришлите фотографию как он установлен либо вот такой кронштейн у меня есть либо вот такой где он стоит я не могу понять мы конечно разберемся но если вы пришлете фотографию будет вообще замечательно по поводу музыки понятно по поводу нет непонятно смотрите что мы нашли еще на нашем складе на нашем большом складе думаю может быть у нас есть новый сиди ченджер вот нашли новый сиди ченджер соответственно у нас в машине рабочий но раз есть новый почему бы как говорится нет теперь визуализация как раз таки про ту деталь про вторую деталь который нам отдал наш клиент тадам в оригинальной упаковке который много много лет как мы видим руль что же это за руль смотрим руль не простой а руль вот такой комбинированный с новым болтом с деревом дерево такого же оттенка как и на панели единственное смотрите что мы уже с ним сделали мы покрасили вот эту часть ведь она отличается кожа руля от вот этого плача для чего дело в том что этот руль на с 90 и на с 90 был другой оттенок бежа она 960 другой соответственно подушка безопасности у нас более темные чтобы не было расхождения подушка безопасность темные потом идет светлый руль а потом обрамление руль и колонки тоже темные мы все это дело как бы сказать так скомбинировали была еще одна из идей я приобрел кожух этого же руля с 90 и подушку безопасности но пришли к мнению что лучше сделать так тем более что подушка безопасность в плачевном состоянии в отличие от данной подушки безопасности на автомобиле который прошел 150 тысяч километров они 1400 500 и так пару слов по задней полке вот такие у нас были сеточки так как динамики не были установлены на этом автомобиле пришлось вырезать соответственно отверстия осечки нас были теплым и хотели покрасить но удалось найти светлые сетки установили также приобрели вот такие вот заглушки ремней безопасности соответственно это те заглушки которые стояли то есть полноценно она должна выглядеть вот таким образом вот они все они поломанные то есть они держались на частном слове сейчас все заглушки ровненькие без трещин прям отлично как и обещал пару слов про такой же не менее замечательный автомобиль воля 850 автомобиль постоянного нашего клиента и так автомобиль 1996 года пробег 165 тысяч километров двигатель 2 с поля литра бензин атмосферный 170 сил коробка механическая соответственно автомобиль в идеальном состоянии доводится до состояния нового что мы сделали заменили ветровое стекло установили вот такие оригинальные водоотводы привели в порядок текстуру переднего и заднего бампера установили вырезали отверстие под оригинальные протютуманки вот с такими вот оригинальными рамочками обрамления по левой части была крашена левая задняя левая дверь но крашена не в цвет перекрасили сейчас все красиво и по заднему бамперу соответственно открасили текстуру и открасили сам задний бампер могу сказать одно задний бампер у клиента был в ужасном состоянии видимо тоже приезжали не сильно но приезжали был конкретно шпаклеван шпаклевка практически отваливалась вот нашли бушный бампер соответственно открасили сейчас все изумительно и так друзья что остается в сухом остатке слева автомобиль волю 850 завтра уезжает клиент в предвкушении как он говорит завтра мой второй день рождения ну действительно такие автомобили глобально приносит радость вот я когда ехал на этом автомобиле в антикор но прямо не знаю моя душа пела летела и такого не было уже совсем давно поэтому автомобилю осталось до собрать что куда собрать но автомобиль полностью отполирован надо отполировать оптику нужно завтра начну заниматься зазорами будет выставлять зазоры дверей и крыльев капота пока она вся кривенькая далее да соберется соответственно подкрылки пороги и юбки далее наклеим шильдики полосы как я говорил в предыдущем ролике в общем автомобиль засверкает засияет колеса для автомобиля лежат 16 интересного цвета поставим покажем в общем если честно я думал что я буду снимать последний пусть будет крайний ролик с этим автомобилем уже красочный блестящий и где-нибудь на природе при хорошей погоде но пока еще чуть-чуть и нет думаю что следующий выпуск будет именно таким друзья если вам понравилось и этот ролик поднял настроение как и мне я очень рад до следующей недели всем пока